Да, сегодня вот только что закончилось судебное заседание по жалобе Эдема Семитляева в порядке статистов 25 Уголовного консуального кодекса. Эдем Семитляев это адвокат Мазыла Ибраимова, который в своей жалобе указал на то, что следователь Уманский не ответил ни на одно его ходатайство и заявление, которое он ему представлял, следователю. Их было порядка семи. Как всегда, я сегодня Эдем Семитляев не был в суде, я представлял его интересы, поддерживал данную жалобу. Как всегда, в судебное заседание прокурору у нас самого следователя не было, пришел в суд, который представил все ответы и подшипы материалов уголовного дела. И сейчас, получается, в материалах данного судебного дела они имеют ответы и отказы на ходатайство Эдема Семитляева. Однако ему они не поступали. Только когда обращаешься в суд, там прокурор, следователь приносит это все в суд, и в суде мы это все получаем. К сожалению, в Крыму, я не знаю, во всей России такая практика или нет, но, к сожалению, в Крыму мы, чтобы получить какой-то ответ от Следственного комитета, от других правоохранительных органов на свои жалобы и заявления, особенно когда дела политически мотивированы, да, касается политзабельченных, у меня так по похищенным, да, мы можем только через суд получать эти ответы. Судья говорит, что вам ответы отправлялись и отказывают жалобы. Ну да, в определенной степени мы удовлетворены тем, что хотя бы получаем эти ответы. И так сегодня и случилось. Я отказал удовлетворение данной жалобы, однако сейчас прокуратура все-таки принесла нам эти отказы и ответы. Теперь я думаю, что все отказы, как адвокат Пазила Ибраимова, все отказы на его ходатайство, наконец-то сможет обжаловать. Наконец-то Пазил Ибраимов и его защита сможет реализовать свое право на защиту и обжаловать те, значит, отказы, которые были по его ходатайству. Пазил Ибраимов был в субъектном заседании, он был посредством видеоконференц-связи. Он неоднократно повторял, что ему ничего не слышно, он так и не услышал и не понял вообще, что происходит, потому что когда ему было дано слово, он начал говорить о мере пресечения. Он начал говорить о том, что он не собирается убегать и так далее. То есть было понятно, что человек еще не понимает и не слышит, что все-таки происходит. Также Пазил Ибраимов сказал о своем здоровье, что чувствует на себя плохо и здоровье его ухудшается, что он подал порядка пяти заявлений на оказание ему медицинской помощи. Ну, медицинская помощь не оказывается. И в конце, когда было уже оглашено решение, он также повторил, что ни слова не услышал. Он до конца не понял, что происходит, и такое решение было принято вообще в этом судебном заседании. Конечно, ввиду здоровья и вообще ввиду принципа состязательности и законности, я думаю, что его должны быть сюда все-таки доставить.